и всем привет дорогие друзья с вами как обычно дриллер русская рыбалка 4 и еще только вчера вышло новое обновление в русской рыбалки 4 озеро медное а вопросов по сборкам но это просто это кошмар мне личку везде заспами ли какую собирайте что подскажи и тут ребят сразу хочется рассказать ну блин водоем вышел еще только вчера как бы да только вчера вышел непонятно как он себя поведет там какие рыбы будут клевать там какие сборки нужны и так далее и так далее но народ он же не может подождать ему нужно здесь и сейчас поэтому сегодня я попробую показать вам несколько сборочек которые по характеристикам не скажем так приглянулись для ловли на данном водоеме сразу хочу оговориться покупаете все вы если будете покупать также на свой страх и риск потому что я не знаю и не ничего не могу утверждать что как тут будет если будут такие же карпа здесь на постоянке клевать то наверное да хорошо если что-то более крупное или еще что-то не знаю ребята в отмотает вымотает замотает порвет так далее так далее не знает и все нужно тестировать и так далее так далее потому что по характеристикам в рыболовном магазине как бы одно а на практике другое я вам могу по крайней мере сказать за катушку мегара про нее также часто ребята спрашивают но она мегара конечно не подходит нам для ловли на данном на данном водоеме потому что здесь используются катушки только 6000 и ей то ли немножко цвет изменили стала такая прикольненькая я вам скажу да прикольненько кстати катушечка стала вот по характеристикам она тоже хороша у нее классно этом шпуле там и т.д. и т.п. но блин ценник и передаточное число хоть и на цифрах 47 но в по ощущениям оставляет желать лучшего поэтому еще раз повторюсь ребят все что я покажу это так сильно поверхностно наверно и если что-то вам не понравится не нужно потом приходить ко мне и говорить серег сборка говно да может быть она и будет говно как уже говорилось неоднократно ребята нужно больше времени ты тестов всяких там и т.д. и т.п. фидбэка мнения игроков и так далее так далее поэтому я покажу но опять же вы дважды подумайте чем покупать и так далее так далее и еще что хотел сказать я тут сидел думал на протяжении нескольких часов даже наверное по поводу фидеров ну честно честно говоря опять же по поводу фидеров я честно говоря не знаю напишите в комментариях нужно оно или нет но я так чувствую как будто бы вы там половили чуть карпов даже на этом водоеме этими фидерами и рано или поздно вы все равно уйдете в пикеры а также карповики поэтому что-то на пикерах я не хочу заострять внимание и если в пикерных удилищах мы можем приглянуть и присмотреть там интересные топовые удилища которые дают там плюсы всякие да к ну в получается уже там к волосяной оснастки снеговику и так далее так далее то фидеры к сожалению но тут как как бы как будто бы там но рояль как бы да но он прикольный кол колд стрим там новцы без бонусов короче не знаю по поводу пики фидеров ребята если нужно я конечно запишу ну и на мой взгляд там смотреть не на что поэтому у нас будет одна сборочка условно говоря бюджетная фидер нам секс сегменте это кама импульс с катушкой нарга 6000 и с леской снега heavy line на 17 3 килограмма который сюда помещается двести сорок четыре метра ценничек я где-нибудь вот здесь наверное выведут данной сборки но относительно бюджетно недорого можно сюда конечно воткнуть будет и другие катушки опять же ребята вы должны понимать что это не четкое руководство вы можете сюда поставить и другую катушку там на свое усмотрение опять же от этого вы можете наверное ну худо-бедно отталкиваться там да они опять же четкое руководство как многие это воспринимает почему-то где-то я тут еще одну присмотрел от командор можно взять командор почему нет можно взять командор и поставить сюда вместо нарги командор почему нет здесь будет чуть больше вместимость здесь будет чуть меньше правда фрикцион на 200 грамм но это на мой взгляд несущественно можно да почему нет поэтому имейте ввиду по поводу всех остальных приблуд там всяких грузил там лидкоров и т.д. и т.п. я ничего показывать не буду потому что кто-то ловит простой донная кто-то инлайном кто-то зик ригом кто-то еще чем-то теперь опять же вы должны понимать что но леска 17 соответственно либо лидкор на 17 либо если ты понимаешь что делаешь можно и прочнее почему лидкоры они достаточно быстро изнашиваются ну в общем вот это вот бюджетный федорочек можно собрать ловить почему нет почему нет опять же и еще раз повторюсь мы не рассматриваю универсальную какую-то сборку на для ловли на всех водоемах там янтарка медвежка и все остальное мы в данный момент рассматриваем именно медное озеро все на этом . дальше поехали по пикером по бюджетной сборочки это у нас будет кама мечта r или p300 прочности да здесь мало 16 килограмм все также сюда ставим наргу 6000 либо как показывал там займ он какой-нибудь и сюда мы ставим нейлон на 15 килограмм которого помещается двести пятьдесят три метра это simon simons не знаю моно сс на 15 килограмм опять же сборочки собраны так что при непредвиденных обстоятельствах там колесико задел там фрикцион в бесконечности т.д. и т.п. чтобы у вас отлетела леска они непосредственно само удилище поэтому леска у нас состоит немножко слабее чем сама опять же удилища можно использовать шнур но ввиду того что вы я думаю прекрасно знаете что шнур изнашивает более быстро вашу снасть и я все же в некоторых моментах ставлю нейлон если это позволяет это тоже если что нейлон к можно такую же нейлон q воткнуть с запасом опять же на пикер кама мечту тут опять же вы должны себе отдавать отчет что либо у вас будет лидкор там про менее прочнее на удилище до либо там поводочек и так далее так далее безопасно это вот так это у нас получается бюджетная по средне бюджетные сборки это у нас рояль пикер частенько его люди все же покупали там для квалификации плюс опять же данным пикером вы получаете плюс 10 к навыку до ночной ловли и если вдруг у вас 90 процентов до ночной ловли 90 взяв в руки данный пикер вы на 90 процентах уже сможете использовать было только с этим пикером опять же это имейте ввиду плюс 25 еще к получаемому опыту но это все пикеры как бы сейчас дают под по поводу катушки здесь у меня стоит белуга эвия и плетеный шнур но нет плетеный шнур мы составить не будем мы сюда будем ставить моно ss на 23 килограмма также которого помещается 395 метров это средне бюджетная до получается сборочка здесь и и опять же сюда вы можете поставить и по серию к примеру здесь будет передаточка еще ниже тут она вообще передатка там 38 опять же мы рассматриваем карповую рыбалку нам высокая передатка там за 5 и выше не нужна если есть возможность поставить что-то более низкой чтобы катушка была тяговитая вот но но если ставить сюда допустим по серию либо вот майор да то можете заметить здесь 180 метров возможно опять же вы скажете этой лески хватит возможно все нужно все познается в сравнении поэтому я не знаю хватит или нет лучше перестраховаться и ставим сюда плетеный шнур power braid на 28 килограмм он меньше по прочности опять же чем наше удилище уже уже приятные цифры если вы выберете катушку допустим майор либо по серию вот да то есть 250 метров уже вот такая вот у нас будет сборочка но но лично я лично я там пусть у меня и деньги там есть или может не хватит и мне как бы не принципиально я накоплю если даже не хватит и лично я себе буду брать катушку белугу эвию пока что белугу эвию а дальше посмотрим причем я буду брать не на средне бюджетную до сборочку а уже буду брать себе на топовую которой мы сейчас с вами и переходим это собственно kingfisher legacy пикер с тестом 1245 прочность 35 я такими уже обзавелся тремя сейчас они меня конечно в доме там лежат чтобы чтобы был порядочек потому что тут сломать можно не только голову на ногу руку в этом рюкзаке вот значит берем legacy пикер топовым даст тестом 1245 при определенной при определенной подготовки имеется ввиду там при подборе нагрузила можно даже давай просто хотел показать можно даже использовать вот такие вот большие 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 кого большие пвашки на разборку он не соберет вот допустим 14 грамм грузила там да и взять в руки и у нас даже нет перегруза просто так для информации если вдруг кому-то это нужно имейте ввиду вот но это нам пока не интересно все так рассказал для справочки потому что этот момент я уже проверил и по катушкам друзья здесь опять же на свой выбор мне вот приглянулся адмирал неплохой мне кажется варианта фрикцион 20 килограмм ну конечно передатка не лучшая 50 но тем не менее плюс катушки по крайней мере восьмитысячные зарекомендовали себя хорошо те кто им пользуются плохого о них не говорят конечно мало владельцев данных катушек но тем не менее ну конечно у восьмитысячного адмирала там передатка 4 по моему с чем-то ну и леску ставим 30 килограмм она опять же меньше по прочности чем наш бланк ну и помещается такой лески уже 244 метра либо же наверное всем полюбившиеся венга но имеет место быть причем венге просто вот я сейчас покупал все эти снасти чтобы показать наглядно их просто нет нигде за за серебро я моя молчу и вообще нигде нету за золото не везде найдешь сейчас венгу 6000 просто разобрали пользуются по всей видимости популярностью спросом несмотря на то что передаточки здесь большая мне честно говоря при ловле карповой при ну короче при карповой рыбалке мне не нравится катушки с такой высокой передаткой потому что визуально это не очень круто ну это это моё опять же лично меня никого не отговариваю венгу пожалуйста я ее тоже включил в этот список 240 метров помещается опять же 30 шнура почему нет но как уже говорил я лично останусь на ави я их еще себе не купил но я их куплю почему вы скажете от фрикциона маловато там как бы до 17 зато шпуля посмотри какая 500 метров помещается такого шнура я пока остановлюсь на вот таком варианте но вы естественно этом леску может быть только вот такую какую не поставлю я все же на нейлоне половлю и гасит рывки рыбы и амортизирует все хорошо я вот я себе вот так соберу это просто вам если кому интересно опять же я пока не купил у меня азимуты стоят я у час уже после записи пойду сейчас все поздаю по магазинам и куплю себе 33 белуги эви и буду ловить и жить надеюсь в счастье а дальше а дальше будет видно так что друзья вот вот вам небольшой свод сборок для ловли на этом водоеме опять же на мой взгляд ничего такого нового и существенного не показал но может кому-то будет полезно по поводу фидеров пишите но как уже сказал я не вижу смысла покупать себе топовые какие-то фидеры а для чего в общем не знаю еще раз друзья напомню возможно возможно данные сборки будут хреново себя чувствовать здесь либо либо потому что нет фидбэка нет тестов других стримеров не я пол не пользовался не ловил в изобилии поэтому имейте ввиду но ввиду ввиду того что вопросов много реально очень много пожалуйста все на этом у меня все всем спасибо всем пока за субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...